Здравствуйте, вот наконец-то я вернулся домой. Хочу поделиться с вами впечатлениями от поездки на саммит, который проходил в ООН. Я выступал на нескольких сессиях, где говорили о глобальных экопоселениях, отдельно говорили о поселении Тамера. Я говорил о наших поселениях. И вот, что удалось понять. Вот мы иногда называли свои поселения экопоселения. Это ошибка оказалась, и большая ошибка. Как только произносится слово экопоселение, и в том числе там, люди сразу представляют уже существующее экопоселение, чем они занимаются. Как правило, в этих поселениях все общее. Там нет родовых поместья, а все общее. То есть трудятся на общем поле, еще где-то, ну как в поселении Тамера, там общие завтрак, обед, ужин общие. Ты будешь покушать, ну вот как есть столовая, там можешь кушать. Здесь такое было течение, что давайте тоже назовем себя экопоселением и так далее. Но если бы все согласились назваться экопоселениями, тогда бы и было, что вот у нас тут все общее, как при коммунизме. Статья есть в интернете. Это автор этой статьи Татьяна Гинсбург. Она сделала экскурс по многим поселениям, в которых она была. В Италии, Финляндии, в Америке. На одной из ассамблей в поселении Тамера у нас был представитель из поселения Ковчега. И вот как она пишет о его выступлении. Это был Дима из Ковчега. Ковчег представил как супер крутое экопоселение, сорвав кучу аплодисментов. Западники же не понимают, что такое родовое поместье. То есть они не понимают, что может быть поселение на земле, но при этом не общее. То есть целью поселения является жизнь на земле, а не создание общего. И поэтому, если им презентуется русское поселение сотней домов, они радуются. Они в восторге, думая по-своему. Это община. Это экопоселение. В их смысле. Когда люди трудятся вместе, едят вместе и разделяют общую собственность. Дима же на этом специально не акцентировал внимание, чтобы, дай бог, не понравиться. Казалось бы, одно слово и что за ним стоит? Родовое поместье или экопоселение? Но как только мы называем себя экопоселением, интерес пропадает. Зачем ехать в далекую Россию, когда можно тут поблизости? Вот Америка, вот одно и то же. То есть, видно, нам нужно более внимательно отнестись к тому, что говорила Анастасия. Более внимательно отнестись к словам. Родовое поместье. Поселение родовых поместьев. Понять, что за этим стоит. И донести другим. Другим. Вот там была группа читателей. Есть читатели и среди организаторов вот этого саммита в ООН. Это совсем другие люди. Они совсем по-другому относятся. Они относятся к тем идеям, которые есть в родовых поместьях в России, очень положительно. И они сами говорят, что да, это грандиозно. Да, за этим будущее. И забегая вперед, скажу, что два организатора вот из этого саммита, они... У них есть земля примерно 100 гектар. Они будут выделять поселенцам, тем желающим, ну, отбирать в основном будут из читателей, будут выделять участки этой земли размером 1 гектар под строительство родовых поместьй. У них интересный такой интересный подход в отборе. Они собираются сначала год. Вот человек получает этот гектар, но он сначала год должен прожить, чтобы переоформить его в собственность, чтобы посмотрели другие там, как он работает. Мне не очень понятен этот подход, но тем не менее разные подходы нужны, чтобы посмотреть, где лучше. Таких поселений, как в России, я в других странах пока не увидел. И виной считаю этому простое слово – эко-поселение или родовое поместье. Что мы решили вот с той группой читателей, которая там была? Один из организаторов саммита, он сценарист, какое-то время работал в Голливуде. Он предлагает снять фильм, документальный фильм России, о российских родовых поместьях, о поселениях родовых поместьй и показать вот все это в Америке, ну и в других странах. И он говорит, что если удастся сделать правильно, это будет сенсацией, потому что это отличается от всего, что есть в мире. Я сказал на сессии, что родовые поместья – это не совсем эко-поселение. У них своя философия, своя идея, свой образ жизни. И он значительно отличается от того, что уже существует и от того, что знает западная публика. И еще одна особенность. Вот родовые поместья, количество родовых поместья в России увеличивается. Ну, в России, в России, в Белоруссии, Украине, Казахстане никакие другие так называемые эко-поселения не увеличились. Таким образом, я считаю, что вот мы на правильном пути. И я думаю, что надо позицировать себя очень правильно. Вот те, которые на Западе, их меньше и там меньше нового, но они очень хорошо себя преподносят, к ним едут люди. Там туризм развит. И они приезжают туда, живут некоторое время, но остаются мало людей. А те из постоянно живущих жителей, те, которые живут пять лет, уже считаются долгожителями. У нас некоторые живут уже по 15 лет. У нас рожают детей. И я думаю, что если вот это налаживание контактов между людьми разных стран, я имею в виду читателей, оно поможет в регулировании отношений, взаимоотношений между Россией и Западом, Европой, Америкой. Давайте взаимодействовать с помощью того, с помощью обмена опытом. Давайте посмотрим, что вот начинаются уже родовые поместья, будут начинаться и в Америке. Давайте посмотрим, а у кого это получается лучше? А у кого более красивый оазис? А кто смог построить в своем родовом поместье настоящий рай? Будущее интересует почти всех. Будущее своей родной семьи, будущее государства, будущее мира. Многие, многие на Западе обеспокоены этим и понимают, что без какой-то новой парадигмы, без какого-то четкого, ясного видения, образа жизни, современного человека, современной семьи, современного сообщества людского уже невозможно. Некуда просто дальше двигаться. Мы стоим у каменной стены и все вместе бьемся о ней лбом. Просто выясняем свои взаимоотношения с помощью силы. Ну вот, допустим, ИГ, другие войны. И мы доказываем свою духовность с помощью силы. Вот это абсурд, полный абсурд, который не прекращается уже веками. А нужно доказывать свою состоятельность с помощью собственного сотворения, с помощью создания чего-то нового. Находясь там, в Америке, я был горд, что в России есть такое движение. И что мы все, создатели родовых поместьев, к этому причастны. И я горд, что написал эти книги. Я горд за то, что у нас есть образ прекрасный, Анастасия, которая смогла всколыхнуть и подарить России вот такое движение. Вот я глубоко понял, что нужно очень дорожить этим образом. В нем сила. Он поднимает многих людей на определенную высоту. А человек начинает терять этот образ. И терять фундамент, на котором он стоит. И все рушится. Давайте внимательно отнесемся к словам. Называть себя тем, кто мы есть. А мы создатели родовых поместьев, создатели новой прекрасной жизни. Зацветет весной белая сиренец. Птицы прилетят и совьют гнездо. И у нас в саду будет им светло. О, звезды и луна, наши сны украсят. Новая звезда вспыхнет, чтоб не гаснуть. Воплотим мечты. Мы во вдохновенье. Будет у любви Наши продолжения.